Зимние каникулы у школьников только-только начинаются, однако сидеть на месте, желания нет никакого. В особо морозные дни долго не погуляешь, а вот заняться увлекательным делом, да еще под руководством настоящего профессионала, почему бы и нет. В Центре национальных культур с самого утра жизнь бьет ключом. Что происходит в учреждении культуры, узнаете из нашего сюжета. В стенах ЦНК весь декабрь стоит веселье. Артисты репетируют, играет музыка, на лету рождаются идеи, которые еще можно успеть воплотить в жизнь. Шумно здесь еще и потому, что не так часто к нам в Заполярье заезжают настоящие профессионалы своего дела. В преддверии Нового года по приглашению Управления по культуре и молодежной политике в Ямайский район прибыли участники образцового детского коллектива Народного театра танца «Волшебный колст» Алтайский край. Нам удалось в этом году привезти специалистов с Алтая. Вы, наверное, пообщались, уже увидели, как они работают, увидели, что это настоящий профессионал своего дела. Для нашей территории очень важно получать знания именно от таких специалистов, которые мало того, что имеют огромный опыт, еще и горят своим делом. Как отмечают организаторы, к всеобщей радости алтайского профессионала удалось привезти еще до Нового года. Таким образом, ирсалинские ребята, воспитанники театра танца «Ритмарктики», получили приятный бонус и интереснейшие мастер-классы. У нее старшая работа более 30 лет. Она очень много работает с детьми не только у себя в учреждении профильном. Она работала очень много с детьми в лагерях. Она имеет представление о том, как оперативно подстраиваться под конкретных детей. То есть лагерные смены чем отличаются? Они динамичные, они сжатые, они наполненные. И здесь очень важно очень быстро реагировать на тех детей, которые приезжают. Для нас это очень важно в рамках рождественских. Это несколько дней, в течение которых дети должны получить знания. Как отмечает сама хореограф, приглашение приехать на Ямал было принято незамедлительно. Бывали на востоке страны, на западе, за границей. А вот на севере пока не приходилось. Мы живем очень недалеко от того места, где Бия с Катунью сливается и образуется усть реки. Аби. Представляете, а сейчас мы приехали практически к тому месту, где все это заканчивается, и она впадает в море. То есть, представляете, какой путь. И то, что мы очень долгое-долгое время, несколько часов ехали вообще по Аби, и осознаешь, какая там вообще мощь, глубина. И да, это, конечно, впечатляет. У вас очень самобытный поселок. Очень самобытный поселок. Вот мы жили всегда хорошо в советское время. У нас там закрытый поселочек был, у нас там все это было специализировано и так далее. Но то, что я увидела у вас, у меня первое время было такое ощущение, что это все неправда, это какая-то бутафория. Мы каждый день гуляем и гуляем, и гуляем, бесконечно все фотографируем и отправляем своим на родину. Ну, вот в душе праздник. И еще это и плюс Новый год. Кроме слова благодарности я ничего не могу сказать. В начале января в Ярселе пройдут традиционные рождественские каникулы. В районный центр вновь съедутся самые креативные школьники района. Показать себя и посмотреть на других. Они еще не знают, какие сюрпризы приготовили организаторы. Раскрывать не будем. Отметим лишь, что главным подарком для их творческого развития станет интереснейшее знакомство с хореографом Мариной Шульдяковой, которая откроет им с новой стороны волшебный мир танца. Хочется с другими людьми, с другой ментальностью поработать. И насколько даже интересно, профессионально, насколько ты сможешь достать, раскачать, очень короткое время. Достать, раскачать. И насколько ты сможешь повести за собой людей, чтобы они тебе поверили. Ведь самое главное, чтобы дети тебе поверили. Если они тебе поверят, вот тогда уже можно делать все, что угодно. На любые эмоции выводить и так далее. Продолжение следует...